Всем привет! Меня зовут Маша. Сегодня я покажу, как готовить пельмени. Для этого нам потребуется 500 г муки, 100 мл молока, 100 мл воды, щепотка соли, 1 куриное яйцо. Можно чуть-чуть добавить масла подсолнечного для вкуса, для нежности. Ну, можем начинать. Для начала мы должны просеять муку в какую-нибудь удобную посуду. Я сделала лунку, разбила туда яйцо, добавила щепотку соли. Далее мы вот так вот чуть-чуть разобьем и можно добавлять постепенно. По чуть-чуть, по чуть-чуть воды и молока. И мы вот так вот по кругу постепенно замешиваем тесто. Воды или молока может пригодиться, возможно, чуть больше. Все зависит от того, сколько впитывает определенная мука. Все зависит от ее влажности. Поэтому и мне может сейчас понадобиться больше, чем нужно. Ну, мы попробуем сейчас начать замешивать руками. И вот так вот начинаем постепенно перемешивать, замешивать тесто. Правильное тесто пельменное должно забрать в себя всю муку. Если оно слишком плотное, слишком крутое, можно чуть-чуть добавить воды. Но у меня вот пока еще... Вот, оно все собирает. Вмешивать нужно тщательно, долго, чтобы тесто было эластичным. Ну, вот я люблю, чтобы изначально тесто легче замешивалось. Поэтому я, наверное, сейчас чуть-чуть буду вводить воду. А потом, если оно будет жидковатое, я еще добавлю муки. Ну, это вот мое, мое личное. Я больше так люблю. У каждой хозяйки свой рецепт. Не обязательно это повторять. Я не профессионал. Ну, вот самая главная идея в том, чтобы тарелка осталась чистой, а тесто пельменное не прилипало к рукам. Оно у меня и сейчас, в принципе, не прилипает уже. Ну, бывает по-разному. Это... На это много факторов влияет. Вот мы закончили наш замес в миске. Далее нам нужно будет переместиться на стол, поскольку уже тесто плотное, его удобнее будет на плоской поверхности замешивать. Значит, мы должны продолжить наш замес теста уже на столе. Можно замешивать на... присыпав стол мукой, но я хочу попробовать чуть-чуть обмазать само тесто маслом подсолнечным и на нем, чтобы тесто получилось нежным, чтобы его не перегрузить малой мукой. Значит, я просто буквально вот смазываю тесто, чтобы оно не прилипало к столу. Совсем немного масла. Вот так на руки, на тесто. Дальше будем уже перемещаться. И вот так вот к середине, с края к середине. И вот так вот замешиваем, замешиваем, замешиваем. Значит, тесто мы замесили уже. Приблизительно его месить нужно около 10 минут. Мы получаем эластичное, мягкое, однородное тесто, которое мы сейчас отправим созревать при комнатной температуре на полчасика. Для того, чтобы клейковина разошлась, для того, чтобы с ним было удобно и правильно работать. А пока оно будет созревать, я покажу, как я делаю начинку для пельменей. Итак, я готовлю начинку. У меня 700 грамм фарша, 60% свинины, 40% говядины, 2 большие луковицы, соль и перец. Вот, собственно, все ингредиенты, из которых я готовлю начинку. Свинина должна быть жирной, для того, чтобы начинка получилась более сочной. Для начинки лук я измельчаю в блендере до кашеобразного состояния. Кто-то любит измельчать вместе с мясом через мясорубку, но мне нравится более мелкая консистенция, поэтому я делаю так. Добавляем сюда, на вот мое количество фарша, пару щепоток соли и около чайной ложки перца. У меня смесь перцев, можно добавлять просто чёрный молотый. Начинаем перемешивать все ингредиенты. В такой начинке для пельменей я люблю использовать ещё паприку, прованские травы и подобную приправу к мясу. Здесь тоже травы, перец, паприка, но более крупный. Мельница эта размалывается. Получается очень интересно. Добавляю буквально на глаз. Это всё не острое. Мне нравится аромат паприки, нравятся травы. Даёт более интересный аромат. Ну, наш фарш готов, начинка готова. Теперь можно размять тесто и начать его раскатывать. Тесто наше подзрело, вот оно уже видно, очень эластичное, мягкое. Его нужно сейчас быстренько обмять и можем раскатывать. Абсолютно не липнет к рукам, ни к столу, ни к рукам. Очень приятное получилось. Значит, мы будем резать его порционно на, наверное, грубо говоря, 3-4 части. А всё остальное будем закрывать плёнкой для того, чтобы не заветривалось. Так, это мы откладываем в сторону. Вот этот кусочек, я думаю, он уже на муке раскатывается. Ну, вот так вот подпыляем стол, разминаем кусочек, делаем из него плоское колёсико. Я немного присыпаю мукой скалку, чтобы к ней тоже ничего не прилипало. И начинаю раскатывать. Слишком муки много брать не стоит, иначе конечный продукт будет резиновый. Я именно поэтому и замешиваю первоначально с маслом. Ну, всё, тесто мы раскатали. Теперь с помощью вот такой вот формы, это у меня кондитерское кольцо, можно использовать рюмочку. Мы будем резать на кружочки и лепить пельмени. Теперь мы берём разделочную доску, на которую будем класть уже слепленные пельмени. Мы её посыпем мукой, чтобы они к ней не прилипали, когда мы будем их замораживать. И начнём лепить. Я беру воду, на всякий случай ставлю рядом, для того, чтобы, если краешки будут слишком сухие, мы их могли слепить с помощью воды. Берём начинку, выкладываем вот так вот посерединке нашего теста. И вот я возьму немного воды, вот так вот краешек просто смажу, чтобы лучше прилипло. Вот так вот защипывать начинаем аккуратненько. Вот. Вот у нас получилась пельмешка. Я кладу начинку, приблизительно такое количество, в серединку. Немножечко увлажняю края, для того, чтобы лучше тесто прилипло. И вот таким образом защипывать начинаю. Вот так. Всё ловненько. А дальше вот. Вот такой вот. Вот у нас пельмешка. Ну вот, часть пельменей у нас уже готова. Дальше мы будем продолжать точно так же лепить. После чего я их замораживаю. За несколько часов они у меня затвердеют. И можно их уже перекладывать в пакеты. Можно, в принципе, их сварить уже такими, не замораживая. Домашние пельмени имеют абсолютно другой вкус. Ничем не похожи на покупные и магазинные. И вы в этом сможете убедиться, если вы попробуете приготовить сами. Это не так сложно. Я очень люблю готовить их дома сама. Если вам понравился мой рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии. И если мы наберём тысячи лайков, тогда в следующем видео я покажу, как готовить кашу из топора. Спасибо! Об 갈 шпаж под ролик. . Спасибо! Спасибо! Если вам понравится у меня, спасибо! Спасибо! Продолжение следует...